В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете продолжается акция «Наш лес, посади свое дерево». Зельни мало не бывает. В следующем году заметно преобразится самый большой двор на Петровском проезде. В дне осенних каникул для школьников в кинотеатре «Искра» проходят развлекательные программы с кинопоказами. Жители домов 48 и 74 по проспекту Ленинского комсомола присоединились к экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». На дворовых территориях было высажено более ста кустарников. Подробности узнаем у Натальи Буслаевой. Растений много не бывает. В этом уверены жители домов 48 и 74 по проспекту Ленинского комсомола. Именно в их дворах прошла традиционная акция «Наш лес, посади свое дерево». На придомовых территориях было высажено более сотни декоративных кустарников. Акция «Наш лес, посади свое дерево» стартовала в 2014 году по инициативе губернатора Московской области. Ведновчане активно принимают участие в этом экологическом мероприятии. Инициатива была от жителей. Они попросили организовать высадку деревьев. И на сегодняшний момент деревья мы не высаживаем, высаживаем кустарники. 50 штук на территории дома по проспекту Ленинского комсомола, 74. Это продолжение акции «Посади свое дерево». Светлана Пелегунова, жительница дома 74 по проспекту Ленинского комсомола, рассказала, что с видом растений и местом посадки определились еще весной. Это спирея японская. Она меняет цвет в течение года. Весной она светло-зеленая. Летом она цветет очень красивым нежным розовым цветом. А сейчас осенью она становится красной. В общем, такую живую изгородь мы здесь и планировали посадить, потому что здесь мы планируем и ель установить, и деткам к Новому году наряжать. Перед высадкой кустарников землю тщательно готовили, меняли грунт. А саженцы спиреи и дерена выращивали в специальных питомниках. Выбор пал именно на эти сорта, потому что они подобраны именно для нашего климата. Плюс к тому же мы учитываем пожелания жителей. И исходя из этого мы уже готовим полный ассортимент, который будем высаживать. Плюс к тому же, что и спиреи, что и дерен поддаются легко стрижке. Они неприхотливы в уходе. Декоративные кустарники были высажены и во дворе дома номер 48 по проспекту Ленинского комсомола. Зелени мало не бывает. Свежий воздух, он очень важен для нас, для наших детей, для всех жителей. В экологическом мероприятии приняли участие жители домов, сотрудники МБУ Дорсервис и представители территориального отдела Видное Центральный. Мы приглашаем всех жителей принять в этом участие. Пожалуйста, присылайте к нам заявки. Когда встречаемся с жителями, просим даже присылать нам заявки. И все заявки пытаемся выполнить. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» на этой неделе пройдет еще в нескольких дворах города Видное. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Самый большой двор на Петровском проезде в 2022 году ожидает обновления. Местные жители собрались в помещении территориального отдела Расторгуева, чтобы обсудить планы по благоустройству. Подробности у Татьяны Брыловой. С первого взгляда двор на Петровском проезде не требует каких-либо кардинальных изменений. Все шесть обязательных элементов благоустройства есть. Детская игровая площадка, озеленение, парковочные места в достаточном количестве. Информационные стенды, площадка для сбора мусора, освещение. Но жители стремятся улучшать комфортные условия, а местные власти всячески поддерживают эти устремления. Нина Ивановна Максимова, старшая по дому номер 22, от лица всех жителей своего дома приняла участие в обсуждении планов по комплексному благоустройству. Вот где наш подъезд в первом 22-м доме и 12-й дом. И вот здесь на повороте, когда заезжаешь, вот здесь этот типа скверика нам сделать. Старшая по дому номер 16 Ольга Хомякова внесла сразу несколько предложений. Вместе с начальником отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Андреем Смекалиным на карте они отметили важные пункты благоустройства. Между 12-м и 14-м, где детская площадка была, там делали какие-то зоны отдыха. Там лавочки. Там лавочки, новые лавки здесь, две зоны отдыха здесь поставить. Здесь не надо, там чисто для отдыха. Небольшую дискуссию вызвала клумба в центре двора. Раньше на ней постоянно росли цветы, но в нынешнем году летних посадок не было. Клумба стояла неухоженная. Было решено переоборудовать это место в зону для проведения развлекательных дворовых программ. А к Новому году в центре устанавливать искусственную ель. Можно там дополнительно поставить нам еще столбы освещения. Как сквели вот такие же фонарики. И как бы продлить вот эту концепцию, чтобы у нас она как бы соединялась. Это будет хорошо. На этом месте после сильных дождей всегда образуется большая лужа. И это, наверное, одна из самых главных проблем Петровского проезда. Ее тоже обсудили на встрече с жителями. С парковочной площадки, которая между 12-м домом и туда дальше. И 14-й. Да, она совершенно... И вся грязь собирается. Но ее надо откуда... Никакую здесь жукомку не сделаешь. Здесь дома ниже дороги стоят. Здесь только вариант ставить КНС-ку и перекачивать ее. Обратили внимание и на входные группы подъездов. Их тоже необходимо обновить. Решено добавить света, установить дополнительные фонари в центральной части двора, поменять урны и скамейки там, где это необходимо. Комплексное благоустройство пройдет по губернаторской программе. В 22-м году наш микрорайончик, небольшой, так мы его называем, Петровский проезд. Он у нас считается одним единым двором. Будем надеяться, что у нас все будет так, как надо. И жители увидят красивые газоны, новые обновленные площадки, газонное ограждение. Мы все это восстановим, отремонтируем, вернее, мы заменим, поставим все новое, красивое. Теперь последует работа по документации, составлению сметы, определению плана работ. И уже будущим летом жители Петровского проезда смогут увидеть результат большой работы. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В период осенних каникул в кинотеатре «Искра» ежедневно проходит анимационная программа с последующим просмотром фильма. Развлекательное мероприятие пользуется большой популярностью у школьников. На одном из кинопоказов бывала и наша съемочная группа. Слово Юлии Погосян. Эти увлекательные игры в кинотеатре «Искра» проходят каждое утро. Руководство учреждения решило порадовать ребят в период школьных каникул и совместно с Центром детского творчества «Энергия» создали программу для всех желающих. В 10.30 начинается анимация, ее ведет клоун «Алекс». Спасибо большое, нам все нравится, мы приходим, это уже третий день. Зарядившись хорошим настроением, ребятам предлагают пройти в кинозал, где каждый день показывают какой-то новый анимационный или художественный фильм. Программа кинопоказа довольно-таки обширная, поэтому каждый найдет что-то на свой вкус. Хотелось бы пригласить всех, у кого есть свободное время, кто желает провести его с пользой и весело, приходите к нам. Школьники от такой возможности в восторге. Да и родители спокойны, что дети находятся под присмотром взрослых. Развлекательная программа в кинотеатре «Искра» пользуется большой популярностью. У меня вот просто отличное настроение, каникулы очень хорошие. Сегодня хорошо проснулись, приходим сюда каждый день. Прям каждый день сюда приходишь? Да. Разные фильмы смотришь или один тот же? Разные. Какой самый любимый? Ну, пока еще не знаю, наверное, ли это угром или что. Такие кинопоказы в «Искре» продлятся до окончания школьных каникул. Последний день анимации – 10 октября. Билет на фильм стоит символических денег – 40 рублей. Ознакомиться с репертуаром можно в кассах кинотеатра. Юлия Погосян, Грилл Иванов, Ульга Садовская. Видно этого. Почувствовать себя настоящими дизайнерами смогли юные посетители центральной библиотеки. На мастер-классе ребята вручную расписывали красками сумки-шоперы. Наблюдала за происходящим и наша съемочная группа. В читаемом зале центральной библиотеки «Аншлаг» желающих попробовать себя в декорировании сумки и приходится рассаживать на любые свободные места. Ребята еще ни разу не работали с тканью, поэтому всем безумно интересно попробовать свои силы. Используем маркеры для ткани специальные. После высыхания они, соответственно, не смываются. Сумку можно стирать. И также используем акриловые краски, которые также после высыхания достаточно стойкие. И сумку можно использовать и стирать, и с ней ничего происходить не будет. Для начала ребята рисовали контур, чтобы затем приступить к раскрашиванию красками. Это, пожалуй, самый сложный и ответственный этап работы. Самое сложное – это было контур нарисовать. А почему? Потому что там он плохо виден, и ткань может слишком сильно вытянуться, и уже будет по-другому нарисована. Затем юные дизайнеры работали с цветом. Тут, как оказалось, тоже есть свои нюансы. С акриловыми красками немножко надо понять консистенцию, текстуру. Толще слой или тоньше, жидкая краска или густая. И тоже, в принципе, ничего сложного нет. Василиса Фролова, хоть и рисует акриловыми красками в первый раз, быстро поняла, как смешивать цвета, получая новые оттенки, и играть с плотностью покрытия. Нужно сначала добавить белого, а потом розового. Да. Призмешать немножко, добавить воды, и получится розовый. Хоть большинство ребят рисовали одинаково хлам, каждый рисунок получился особенным и не похожим на остальные. Ты добавила в рисунок свои элементы. Расскажи, что ты нарисовала еще? Своё имя и самолет. А почему самолет? Захотелось. Ну, ты любишь самолеты или как? Или почему? Я мечтаю на нем полететь. Некоторые родители так прониклись атмосферой творчества, что не удержались и тоже решили принять участие в мастер-классе. Очень интересно, тоже хочется делать сумочку. Очень нравится, очень полезно для детей. Первый раз? Мы ходим, иногда ходим. Каждый участник мастер-класса получил не только новые полезные навыки, но и заряд хорошего настроения и эксклюзивную яркую сумку, с которой можно легко отправиться в магазин, школу или на прогулку. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнали Симон.